Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберецкого района. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации муниципалитета. Из 44 уголовных дел, возбужденных на прошлой неделе, 39 раскрыто по горячим следам. Сотрудникам правоохранительных органов удалось расследовать тяжкие преступления. За отчётный период в городском округе совершено два убийства. Между тем, Люберецкая полиция работала в усиленном режиме. Практически весь личный состав был задействован в охране общественного порядка во время празднования Пасхи. Проделанную работу оценил Владимир Ужицкий. За то, что достаточно тоже грамотно сотрудники управления данных дел сработали именно в пасхальные дни, тоже огромное спасибо, потому что, видимо, поддержан правопорядок. Надо дать должное нашим жителям, которые абсолютно в правовом поле, в очень спокойном режиме. Все эти праздники были пройдены. На еженедельном оперативном совещании также обсудили миграционную обстановку в городском округе. С начала этого года на миграционный учёт поставлено более 24 тысяч иностранцев. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свыше 4,5 тысяч работодателей официально заявили о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан. Около 2 тысяч иностранных граждан, превыше с начала года с целью работы в Люберецкий район, не оформили надлежащим образом патенты и осуществляют свою деятельность в тени и не платят налоги. Далее свой доклад зачитал начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. По его словам, на прошлой неделе на территории городского округа обнаружили два снаряда времён Великой Отечественной войны. Мину, пролежавшую в земле под железнодорожным мостом в Краскове, обезвредили на следующий день после её обнаружения. Второй миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны немецкий был обнаружен 15 апреля. На территории СНТ Ручеёк садоводы при проведении субботника обнаружили этот снаряд. На данный момент он вывезен в безопасное место, производится его круглосуточная охрана и сегодня в течение дня силами ПСО-22 он будет уничтожен. По словам сотрудников Раменского подразделения Мосавтодор, на прошедшей неделе производилась очистка полосы от вода, вывоз мусора и ямочный ремонт дорог. Также в городском округе продолжают приводить в порядок остановочные павильоны. А Виталий Калютов, в свою очередь, отметил, что на территории муниципалитета производились работы по ликвидации несанкционированной свалки и опиловки деревьев.